Всем привет! Сегодня у нас на обзоре светодиодный прожектор 20 ватт IP66. IP66 это обозначает, что изделие может использоваться на улице, оно защищено от влагов, от брызг, снега и других осадков. То есть это изделие спокойно работает на улице и его исполнение изготовлено специально для эксплуатации в тяжелых погодных условиях. То есть не боится ни тумана, ни снега, ни дождя. Этот прожектор может эксплуатироваться как снаружи помещения, на улице, как и внутри. Корпус черного цвета. Чип у нас SMD. Чип он расположен на такой металлической подложке и дальше она присоединена к такому металлическому корпусу с радиаторами. То есть такое исполнение, оно эффективно охлаждает чипы и даже если на улице жарко, там 60 градусов раскаленный металл, то этот корпус позволит эффективно рассеивать. То есть чип SMD типа, он в данном корпусе прослужит долго. То есть заявлено 50 тысяч часов, но если у вас как бы не будет никаких там землетрясений и так далее, то этот чип прослужит дольше, так как у него очень хорошо организовано охлаждение. С данного прожектора выходит провод вот с таким вот исполнением. И сейчас мы померяем длину его. То есть длина провода. Так, сейчас меряем. Примерно 210. 215-220 миллиметров. На выходе вот такие вот луженые провода. И маркировка она обозначает плюс и минус. Прожектор он спакован в такую цветную картонную упаковку. И сейчас мы его проверим, как он работает при подсоединении к 12 вольт. То есть смотрите, сейчас мы подключаем коричневый провод к красному полюсу, синий провод к черному проводу. Видите, у нас все прекрасно работает. Еще раз, вот коричневый провод к плюсу и вот этот вот синий провод к минусу, к черному. Иногда клиенты, неопытные пользователи, путают по полюсовку. То есть присоединяет провод, который предназначен для плюса-минуса, который предназначен к минусу, подключают к плюсу. То есть у них, как бы, ну от незнания специфики подключения электроприборов 12 вольт к разным полюсам происходит такая ошибка. То есть вот мы подключаем провода неправильно и ничего не происходит. То есть прожектор не загорелся. То есть не нужно паниковать, а просто провода меняете сторонами и теперь подключаете правильно. Плюс к плюсу, минус к минусу. И у нас прожектор все снова заработал. Обратите, пожалуйста, внимание на огромный плюс прожекторов Exmark. Там стоит дорогой блок питания, в котором находится защита от переполюсовки. То есть у более простых дешевых аналогов, хотя дешевле прожекторов я не видел, но в принципе, почему нет, можно найти при желании. Вот. У них блок питания не обладает такой защитой. Если вы перепутаете плюс с минусом, то блок питания в прожекторе сгорит. И потом, даже когда вы уже правильно подключите прожектор к аккумулятору, либо другому источнику, постоянно только 12 вольт может быть блок питания, он уже у вас не заработает. То есть обратите, пожалуйста, на большой плюс нашего прожектора. Так, вес прожектора 350 грамм. Ну, упаковку мерить не будем, она примерно 20 грамм весит. То есть без упаковки 350 грамм, с упаковкой 370. Так, габариты прожектора сейчас померяем. Так, высота прожектора примерно 178 миллиметров. Ширина примерно 137 миллиметров. Ну, и можно еще померить ширину примерно 40 миллиметров. Если вот с ножкой и в тонкой части примерно 30 миллиметров. Также обратите, пожалуйста, вот на этот удобный инструмент. Это у нас вот подвижная часть, которая позволяет удобно прикреплять прожектор к стенам, к деревьям, к фасаду здания и так далее. То есть, если вы ей пользуетесь, можете вспомнить, винты вас здесь вот ослабляете. Ножку удобным наклоном, который вам необходим. То есть подальше можно отнести поближе к дереву. Так, наклон регулировать прожектора с помощью этой подложки. То есть винты немножко ослабили. Нужный наклон вам сделали. Когда уже определились, каким нужно наклоном, снова винты затянули. Вот, и тогда у вас уже под нужным уклоном. Обратите внимание, что провод у нас закрыт. Вот такой деталью. И видите, там прокладочка. То есть, это характерная черта приборов с IP66. То есть, у него те места, где может теорию проникнуть влага, они защищены прокладками, штуцерами. Вот видите, у нас здесь заподлицо выходит фронтальная часть. И там тоже все надежно закрыто от влаги. То есть, хорошее качественное исполнение прожектора. Невысокая цена. Где-то в районе 1000 рублей он стоит. Там плюс-минус. Есть оптовые цены для наших оптовых поставщиков. Если у вас большое количество, если вы производитель какого-то оборудования, где-то постоянно используете прожектора 22-12 вольт, обращайтесь в компанию Inverter.ru. Вот наша торговая марка Exmark. Это аккумулятор, видите, тоже в фирменном цвете. Вот. И прожектора Exmark 22-12 вольт. И обращайтесь. Закупаем напрямую на заводе. Хорошие цены даем. И стараемся покупать у качественных производителей. То есть, этот прожектор, это в результате отбора, проверки всевозможных поставщиков. Вот это оптимальнейший вариант по цене-качеству. То есть, очень хороший прожектор по очень хорошей цене. Описание цены, возможность заказать под видео в описании. Заходите, подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok